И тогда я сходу благодарю вас за то, что вы пришли вовремя послушать мой доклад. Мой доклад называется «Начало импульсной энергетики». Базироваться он на новой теории микромира, которая опубликована в интернете на моем сайте. Состоит она из трех томов. Первый том называется «Физфильная микромира» – 700 страниц. Второй том называется «Импульсная энергетика» – около 600 страниц. Я только часть вам здесь расскажу. И третий том называется «Ответы на вопросы о микромире». Таких вопросов сформулировано к обитателям микромира в настоящий момент 1750. И на все эти вопросы даны ответы. Причем не только качественные, но и большая часть количественных ответов. Ну, поскольку речь идет об энергетике, то первое, с чем мы должны познакомиться – это с носителем энергии. Мы знаем, что основным носителем электрической энергии является электрон, основным носителем тепловой энергии и фото. Но прежде чем разбирать детали появления тепловой электрической энергии, давайте посмотрим на модель электрона. В монографии модель электрона описывается примерно 50 математическими моделями, в которые входят 23 константы. Представляется модель электрона в виде полого тора с двумя вращениями – относительно центральной оси и относительно кольцевой оси тора. Вот, среди констант, которые имеет эта модель и обеспечивают, которые обеспечивают ее стабильность, для нас будет главной константой – масса. Почему она у него постоянно, когда она изменяется и к чему все это приводит. Ну, мы можем, имея эту модель, у которой часть показана магнитных полей, если их показать все, то получится форма в виде ямлока. Вдоль оси идет у нас магнитное поле, и здесь северный полюс, а здесь южный полюс. И спинца впадает с вектором магнитного момента. Если мы начинаем рассматривать движение электронов в проводе, вот здесь, то, конечно, мы показываем один электрон, а их там очень много. Проверить, куда они движутся, очень и очень легко. Ну, вот здесь плюс берем, здесь минус, кладем на этот провод обыкновенный пунктус. Обыкновенный пунктус. В момент замыкания стрелка отклонится. По отклонению этой стрелки мы сразу видим, что вот это магнитное поле направлено против часовой стрелки, если смотреть отсюда, с остриями спины. Вот. Значит, кто же формирует это магнитное поле? Ну, конечно, совокупность вот этих всех электронов. Их там очень много. Они и формируют это поле. Если мы поменяем полярность этого провода, то, конечно, сразу поменяется и направление магнитного поля, оно будет обратное. Что произойдет с электронами? Конечно, электроны в этот момент повернутся назад на 180 градусов. Раз изменится направление магнитного поля, стрелка компаса это показывает, электроны повернутся в другую сторону. Вполне естественно, из этой схемы следует, что электроны движутся от плюса к минусу. Вот. И теперь мы должны представить, а как же будут вести себя электроны в проводе, когда ток переменен? С частотой 50 Гц меняется. Ну, вполне естественно, что с частотой 50 Гц будет и меняться направление электронов в проводе. Вектор спина будет поворачиваться на 180 градусов с частотой 50 Гц. Известно, что при таком воздействии на электрон он начнет излучать фотоны. И так это и есть на самом деле, вы хорошо об этом знаете. И нас сразу интересует вопрос. У электрона масса ограниченная, вот 9 минус 31 степени. А за какое же время электрон излучит количество фотонов, которое будет равно массе самого электрона? Посчитать это очень легко. Если мы будем рассматривать движение этих электронов вот по спирали лампочек, которая накалена и излучает световые фотоны, возьмем фотон из середины спектра светового, вот его масса, ну, зеленый фотон, на 50 Гц разделен. И получается, что если электрон будет таким образом излучать непрерывно фотоны, и они будут уносить массу электрона, то через час массы в электроне не встанет, и он должен потерять всю свою структуру. Но в натуре этого не происходит. Знаем, что электроны, движущиеся по проводам и излучающие фотоны, никуда не деваются, остаются в проводе и движутся по электрической замкнутой сети. Какую же гипотезу мы можем выделить? Гипотеза одна. Значит, электрон после излучения фотона, для того, чтобы сохранить свою стабильность, немедленно поглощают, ну, что он может поглотить? Субстанцию, которая окружает его. Эта субстанция давно называлась эфиром, сейчас называется темной материи. Это очень разрезированная субстанция. Но ему достаточно поглотить такую часть, чтобы восстановить свою массу, которую он теряет после каждого излучения фотона, и таким образом оставаться в стабильном состоянии. Вот такая возникает гипотеза для объяснения необычного вот этого вот явления. Ну, а дальше, когда мы имеем вот эту модель, конечно, мы сразу видим, что могут формироваться кластеры электронов. Они соединяются разноименными магнитными полями. Одноименное электрическое поле ограничивает их сближение. Ну, почти все мы из вас ощущали этот процесс, когда были чистые нейлоновые рубашки, одеваешь, снимаешь, искры возникают и треск. Что это происходит? В этот момент, значит, кластеры или синтезируются, или разрываются. А электроны в этот момент излучают фотоны. У нас возникает вопрос, а откуда треск появляется? Ну, ладно, свет мы видим, искры, это фотоны электроны излучения. А откуда берется треск? Ну, сразу, если мы берем параметры фотонов, которые излучают электрон, параметры электрона, то оказывается, что объем излученного фотона электроном на пять порядков больше объема самого электрона. В результате в зоне формирования искры образуется повышенное давление, и наше ухо слышит как треск. Если мы возьмем в природе, в природную молнию, то там кластеры формируются не только из электронов, а главным образом из ионов. Но в любом случае при синтезе этих кластеров электроны излучают фотоны. Ну, молния. Треск там, который мы здесь слышим, превращается уже в мощные громовые раскаты. За счет того, что очень много излучается молнией фотонов, они повышают в зоне молнии давление, и это давление как раз воспринимаем мы как развод. Новая теория микромира, следующая, имеет новый закон формирования спектров атомов и ионов, который рассчитывает спектры всех атомов и ионов. Из этого закона следует, что электрон с протоном взаимодействует линейно. Причем электрон атома водорода начинает контактировать с протоном, находясь на 108-м энергетическом уровне. Это следует без спектра излучения Вселенной. Ну и потом опускается ступенчато, излучает серию фотонов и формирует соответствующий спектр. Ну, это фотон, я о нем не буду говорить. В монографии ему посвящено очень много и вопросов, и ответов. Его модель описывается примерно пятью-десятью математическими моделями, но константы, которые участвуют в описании, их только семь. У электрона 23, а здесь семь. Теперь у нас возникает такой вопрос, а где мы еще в природе можем наблюдать подобное явление, чтобы убедиться, что действительно электроны, излучая фотоны, восстанавливают свою массу? Где мы можем такой факт проверить? Обратимся к нашему солнышку. Ну-ка, пожалуйста, поднимайте. Солнышко вон сколько лет существует, непрерывно излучает фотоны. Фотоны эти излучают электроны на Солнце. Ну, опять мы берем массу фотона, зеленого фотона, вот из светового спектра. В соответствии с новыми законами мехальной динамики, фотон, который движется к Земле от Солнца с постоянной скоростью, прямолинейно и равномерно, вот имеет такую энергию. МЦ квадрат это хорошо известно. Но неизвестно, что в соответствии с этим, если мы эти джоули разделим на секунду, то мы получим ватты мощностью. И никуда мы не делимся. Ватты мы получаем тогда, когда энергию делим на секунду. Оказывается, каждый фотон имеет вот такую мощность. Это уже интересный результат. Эта формула проявляется и при уращении там ротора. Мы дальше увидим. Давно установлено это из справочных данных, что Солнышко излучает на поверхность Земли на каждый квадратный сантиметр 0,14 Вт. Имея эту величину и имея мощность одного фотона, мы можем определить, сколько же фотонов излучается на квадратный сантиметр в секунду. Делим вот эту величину на мощность фотона и получаем 10 в 21 степени. Эта цифра совпадает с количеством фотонов, которые излучает настольная лампа на квадратный сантиметр стола при мощности лампочки 100 Вт. Дальше что нам надо сделать? Теперь нам надо определить площадь сферы с радиусом равным орбитальному радиусу Земли. Чтобы посмотреть, посчитать количество фотонов, которые Солнце излучает на каждый сантиметр этой сферы, на его внутреннюю поверхность. Вот мы определяем, значит, эту площадь, определяем эту площадь, и дальше определяем, сколько же фотонов на каждый сантиметр этой сферы излучает Солнце. Получается вот такая цифра. Ну, раз мы знаем, сколько на каждый квадратный сантиметр излучается фотонов в секунду, то мы можем посчитать массу этих фотонов, массу фотонов, излученных на всю сферу в секунду. Масса этих фотонов оказывается равной 10 в десятой тонн. Это умопоручительная цифра, которую мы никогда не учитывали в своих исследованиях. Ну, раз мы имеем уже, значит, массу фотонов, излучаемых Солнцем в секунду, мы берем возраст нашего Солнца, ну, 4,5 или 6 миллиардов лет, возьмем 4,5 и посчитаем. Оказывается, что за время существования Солнца электроны его излучили массу фотонов, суммарную, равную 10 в 27. Это масса современного Солнца. Откуда же электроны берут вот эту энергию в виде фотонов, массу для формирования фотонов и излучают? Ну, гипотеза тут одна, она давно существует, вы ее знаете. Мы предполагаем, что электроны поглощают для восстановления своей массы, берут субстанцию, которую мы называем эфиром, поглощают ее каким-то образом и излучают в виде фотонов, для того, чтобы сохранить свою массу постоянной. Сразу возникает вопрос, как же теперь научиться у электронов Солнечка извлекать вот эту энергию, извлекать экономно, здесь у нас на Земле, чтобы мы много энергии-то на этот процесс не затрачивали. Ну, естественно, надо изучить процесс, где у нас формируется плазма, то есть свет, как на Солнце. Ну, вы знаете, значит, плазма формируется при плазменном электролизе воды, вот это одна из ячеек, вот, сущность ячеек, вы знаете, площадь анода многократно больше площади катода, или наоборот, и тогда там, где площадь меньше, формируется плазма. Плазму, спектр этой плазмы мы сняли, это спектр атомарного водорода. Вот здесь тоже вот ячейка очень интересная. Сверху электрод вольфрамовый, трехмиллиметровый, и увеличивая проход раствора и напряжение, мы можем проследить, каким образом вольфрам, оказывается, плавится, и капельки этого вольфрама начинают навстречу текущему раствору падать, и смотря через это орстикло, даже видно, как они начинают, вроде бы, кипеть, понимаете? А кипят они, вольфрам при температуре около 6 тысяч градусов. Очень интересный момент, но только наблюдение, дальше мы ничего не делаем здесь. Ну, дальше нам предлагают, значит, посмотреть видеофильм. Там вот видеофильм. Видеофильм первый. Воды 15-20 литров. Система на границе. Есть. 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 Обратите внимание, справа два светлых провода идут от источника питания к ячейке Сейчас они будут отключены, а процесс выделения газов будет продолжаться Прошло полчаса после отключения источника питания Активность выхода газов значительно уменьшилась Но тем не менее, процесс продолжается Питание включено Но если мы сейчас отключим источник питания То интенсивность постепенно начнет уменьшаться Но полностью может прекратиться лишь через несколько часов работы без источника питания Что нас здесь интересует для того, чтобы научиться извлекать энергию из плазмы Мы обращаем внимание сразу на осциллограмму тока Вы смотрите, какая она рваная, но это понятно, там же газы у которых И у нас бывают моменты, когда тока у нас нет, вы видите? А иногда импульсы, амплитуды очень большие И возникает вопрос, какая же программа заложена в осциллограмм, которая определяет среднюю величину этого тока Мы же знаем, что в соответствии с системой Си Мощность, это энергия, подаваемая непрерывно в течение секунды А тут бывают моменты, когда не генерируется мощность Значит, как же математики учли этот момент И разработали программу, которая позволяет определять среднюю величину тока Ну, известно, что программы современные могут снимать количество ординат в секунду с осциллограммы до 50 тысяч в секунду И очень с большой точностью определяют среднюю величину тока Ну-ка, давайте дальше Нас еще интересует вопрос, а какая получается осциллограмма мощности? Вы смотрите, осциллограмма мощности полностью копирует осциллограмму тока И тоже среднюю величину математическая программа определяет правильно Но у нас тут сразу возникает вопрос А когда вот ток равен нулю, каким образом там учитывается требование системы СИП Чтобы непрерывно учитывалось потребление электроэнергии потребителям Ну, вы знаете, что каждая ячейка имеет вот там первую характеристику Я ее много раз показывал С увеличением напряжения ток растет Потому что вот в этой точке идет обрыв и возникает плазма Плазму мы видим на кредитном Во-первых, мы не можем точно убедиться, каким образом тут определяется средняя величина мощности И поэтому возникает идея, а как разработать реактор, чтобы у него не было плазмы Новая теория микромира позволяет нам решать эту задачу Вот ион OH Ион OH 6 электронов Они линейно взаимодействуют с протонами ядра Это ось, это ось, и здесь у нас мы видим справа атом водорода со своим протоном У катода, у катода, протон у катода А здесь электрон у анода Это идеальная электрическая цирка Но в раствор это таких ионов неограниченное количество Все они соединяются, образуют кластеры Но в любом случае на одном конце кластера будет протон, а на другом электрон И таким образом этот кластер сориентируется в камере между катодом и анодом И вот тут мы начинаем думать А как же нам сделать, чтобы вот этот протон не отрывался и не шел к катоду Потому что у катода он получит электрон, сразу образуется атом водорода Это уже плазма, она нам не нужна Оказывается, что можно сделать так, что заставить вот этот электрон работать Чтобы он периодически вот эту связь рвал Поглощал вот эту субстанцию Восстанавливал свою массу И потом давать ему возможность не уходить в анод А опять синтезировать, вот соединяться с этим электроном И тогда вот этот электрон начнет на фуанода формировать тепло Значительно больше, чем у катода Как же сделать такую конструкцию, чтобы ликвидировать плазму И организовать формирование тепла у анода Ну и исследования показали, что для этого нужно сделать следующую ячейку Таких ячейк мы запатентовали около 10, это одна из них Но оказалось, что ликвидировать плазму у катода, несмотря на то, что у него площадь, видите, очень маленькая По сравнению с площадью анода Ликвидировать эту плазму очень легко Для этого надо уменьшить скорость подачи раствора в катодную камеру То есть вот этим стержнем, вот этим диэлектрическим Вот этот зазор регулирует, вы видите, да? Через него раствор будет поступать в катодную камеру И вот сразу были определены оптимальные параметры вот этого зазора Оказалось, что при 3-5 мм этого зазора плазма исчезает Если мы увеличим его до 7 мм, вновь возникает плазма И пошла чехота, и осциллограммы очень некрасивые Но найдя вот эту секретную часть, значит, мы научились делать так, чтобы плазмы не было И чтобы основное тепло выделялось у анода И грело таким образом раствор Ну а дальше эксперименты очень простые, пожалуйста, покажите Вот это стенд Стенд очень простой Весы, весы А здесь емкость с раствором, термометр Система подачи раствора в ячейку Опять термометр И здесь мы собираем нагретый раствор Взвешиваем его Разность температур нам известна И вот, что оказывается Вы видите Ликвидировав плазму, мы получаем вот такие вот осциллограммы Мы добились Вот напряжение Очень четкие импульсы Период, длительность Мы можем очень точно посчитать вручную Без всяких приборов Среднее напряжение и средний ток То, чего мы добивались и к чему стремились Для того, чтобы проверить Правильно ли приборы показывают или неправильно Это очень важный вопрос Ну и дальше начались эксперименты Вот здесь совокупность приборов Какие мы использовали в своих экспериментах Ну, электролизер или ячейка тепловая Вольтметр наивысшего класса точности Удивительно, вот те импульсы осредняют Очень хорошо Сам осредняют Это амперметр наивысшего класса точности Тоже импульсы вот такие осредняют А это ваттметр электронный Конечно, надо проконтролировать показания этих приборов электронным ваттметром И обязательно нужен осциллограф Чтобы по осциллографу посчитать И сравнить показания всех этих приборов Чтобы увидеть, что они показывают Ну, здесь электронный генератор импульсов Который мы регулируем и скважность, импульсовую амплитуду И длительность и так далее А здесь счетчик электроэнергии По которому мы платим за расход электроэнергии И вот теперь посмотрим, что же у нас показывают в этих экспериментах Экспериментах все эти приборы Ну, нас прежде всего интересует скважность 26 Очень большая скважность, хорошая Дальше нас интересует энергия нагретого раствора 78 кГж Дальше нас интересует показания вольтметра и осциллографа Оба они говорят, что на клеммах ячейки было 4,5 вольта Осциллограф и амперметр показывают, что на клеммах ячейки было 2,1 ампера Перемножаем, получаем 9,45 ватт Интересно, электронный ваттметр показал 10 ватт То есть полностью подтвердил показания вольтметра и амперметра И тут мы ничего не можем сделать Дальше мы переводим вот эту энергию в кГж Получаем 2,84 кГж Делим 78 на 2,84 И получается, что в нашей воде количество энергии в 27 раз больше Чем энергия, которая пришла на клеммы ячейки А что же пришло на клеммы счетчика? А на клеммы счетчика пришло 250 ватт Никакой экономии Что же делать? Какие же из этих приборов показывают правильно, а какие нет? И как найти эту ошибку и как от нее избавиться? Обращаемся к учебникам В учебниках написано, что средняя импульсная мощность определяется путем умножения амплитудных значений напряжения и тока, деленное на скважность Вот мы выполняем эту процедуру и получаем то, что показывает счетчик электроэнергии А как же нам получить вот то, что показывает вольтметр, амперметр, сциллограф и ваттметр? Значит, оказывается, если мы дважды разделим на скважность, мы получим то, что показывают приборы непосредственно на клеммах ячейки Ну какая же из этих формул правильная? Возникает серьезный вопрос Найти эту ошибку, проверить ее не только теоретически и экспериментально Но для начала давайте мы проверим теоретически, где здесь скрыта ошибка Если она есть, то ее допустили, конечно, математики, которые разрабатывали программу для определения средних величин напряжения и тока, пожалуйста Но мы, значит, вначале не имели такой возможности и продолжали изобретать эти ячейки Вот одна из самых лучших ячеек, электрические стержни, а здесь спираль, анод, анод в виде спирали А здесь катод, вот этот зазор, который мы регулируем, чтобы убрать плазму Подавали мы на эти ячейки напряжение в импульсе 1000 вольт и ток 150 ампер Ну а скважность 100, скважность импульсов 100 Дальше взяли, выше, пожалуйста Взяли эти три ячейки, соединили последовательно и подключили для нагревания Для сравнения такую же взяли батарею и подключили тент Начали нагревать, чтобы скорость нагрева была одинакова на поверхностях этих батарей Мы, значит, ваттметром регулировали здесь напряжение И оказалось, что когда на поверхности батарей температура поднялась до 80 градусов Вот здесь 875 ватт счетчик показал А здесь приборы, подключенные к клеммам этих ячеек, показали, что среднее напряжение у них было 10 вольт И средний ток 1,5 ампера В результате 15 ватт Удивительное дело А если мы используем вот эту школьную формулу, разделим на 100 То счетчик, оказывается, должен показывать еще больше, чем он на самом деле показал Сплошные противоречия Искать надо причины Но если мы используем нашу формулу на квадрат, то получим эти 15 ватт Когда я опубликовал все это на английском и русском языке, в интернете и в различных журналах Поехали делегации в нашу лабораторию Все начали проситься И приезжали бизнесмены с большими деньгами Со своими электриками, представителями, с чемоданами приборов И прежде всего проверяли вот эту величину 15 ватт Приезжала делегация со Швейцарии, с Германии И одна наша, московская делегация Все они точно зафиксировали, согласились со мной, что на клеммах этих ячеек 15 ватт А на клеммах вот этой, вот эта величина Начали с ними искать причину В чем же причина? Они говорят, о, у вас не тот электронный генератор импульса Вы его не так сделали Вот мы способны сделать такой электронный генератор импульса Когда счетчик электроэнергии будет показывать эти 15 ватт Ну и уезжали Через 2-3 месяца звонят Мы сделали такой генератор Едем и будем испытывать Проезжают опять с чемоданами своих приборов И начинается новое испытание Я им предсказываю, вы эту величину не получите Она будет примерно вот такая Конечно, так и случилось Никто из них не получил эту величину С помощью своих электронных генераторов и импульсов И таким образом они уехали Ну, из Москвы проезжал представитель академика Катар Яна Борис Ивановича Вы, наверное, знаете его Я с ним в очень хороших контактах Он прислал своего представителя Он по мере вначале согласился Привез свой электронный генератор импульсов И привез уже протоколы Он говорит, мой электронный генератор импульсов Сейчас дат 15 ватт Ну и Катаргин там написано Он должен прилететь Звонил непрерывно И подписать этот протокол Я говорю, никогда вы это не получите Получите вот это Два дня испытывали, получили вот это, этого нет Ну протокол вывезли, неудобно Борис Иванович ей позвонил, говорю, извините И получается Ну и давайте теперь, значит, проверять В чем же мы до сих пор не знаем причину Где допущена ошибка и кем Почему такие противоречия в показаниях приборов Давайте, значит, вот анализ показал Ну вот заголовочек вначале все прочитаем Что ошибку допустили, оказывается, математики Еще сто лет назад Когда разрабатывали программу Которая бы позволяла учитывать Среднюю величину импульсной именно мощности Ну вот эта формула хорошо известна Функция напряжения и тока Если они непрерывны То интегрированные ее Ну в интервале периода, допустим Мы получим величину, которую покажут все приборы Когда непрерывно подается итог напряжения А когда она подается импульсами Все, функция теряет непрерывность И мы уже по этой формуле аналитически Не можем определить среднюю мощность Возникает необходимость разработки нового метода Математики эту проблему решили таким образом Они разработали графоаналитический метод Определения этой средней мощности В результате вот эта формула упростилась И приняла вот такой вид Когда импульсами подается ток и напряжение То надо амплитуду импульса напряжения Умножить на амплитуду импульса тока И разделить на складность Вот из этой формулы Графоаналитический метод дает вот такую формулу Она имеется в учебниках А теперь давайте возьмем аккумулятор Подключим к нему лампочку И будем в лампочку подавать напряжение импульсами Вот смотрите Первый импульс Вот это амплитуда напряжения Амплитуда тока Вот длительность импульса Как только выключается импульс Ток конечно сразу равен нулю Нету тут тока А что делается с напряжением? А напряжение восстанавливается У аккумулятора до своей номинальной величины И если подключен нам вольтметр То он конечно будет показывать нам напряжение На клеммах аккумулятора Но мы же видим что вот в этом интервале Это напряжение не участвует в формировании мощности Не участвует Здесь это напряжение на клеммах аккумулятора И лишь только когда начинается следующий импульс Опять участвует ток и напряжение Смотрим на эту формулу А эта формула нас убеждает Что амплитудное напряжение Участвует в формировании мощности Весь период А мы смотрим здесь в ремни А амплитудное значение только вот здесь участвует А здесь не участвует В результате получается Что вот эта формула завышает расход мощности В количество раз равное скважности импульса напряжения Вот когда мы анализируем вот это Видим ток разделен на скважность Это правильно Система ТСИ требует Чтобы мы растянули действие тока На длительность всего периода Растянул на С Вы сделали так Так что средняя величина тока будет соответствовать системе С Значит смотрите Тогда вот этот импульс тока растянутый на длительность импульса Вот его средняя величина А напряжение вошло в ту формулу амплитудной своей величиной Не растянутой на длительность импульса Это сразу противоречит системе С И всему остальному Значит мы должны амплитуду напряжения тоже разделить И чтобы в соответствии с системой С Оно действовало как бы непрерывно в течение периода Тогда формула которую мы получим Будет соответствовать системе С И будет соответствовать тому факту Что у нас напряжение вот в этом случае Не участвует в формировании мощности Оно участвует только вот здесь Ну и тогда получается вот эта формула Пожалуйста вот здесь С квадрат Мы теперь теоретически анализируя эту осциллограмму Доказали что вот эта формула оказывается правильная А та ошибочная Та формула завышает импульсное потребление энергии В количество раз равное скважности импульсом А у нас были эксперименты со скважностью 100 Это значит счетчик врет в 100 раз Откуда там мы получим дополнительную энергию И где мы будем искать экономию Мы ее никогда не получим Надо исправить вот эти погрешности Которые здесь возникают Ну ладно Это у нас какие-то теоретические рассуждения Нужен эксперимент Для того чтобы поставить эксперимент Идея была очень простая Надо сделать вот электромотор Подсоединить к нему электрогенераторы Чтоб цепи электрические у них были разные Чтоб с электрической сетью общей Не связан был этот генератор Но среди тех с кем я переписываюсь Мои читатели в моем компьютере 450 русскоязычных адресов И 150 англоязычных Среди моих читателей Очень хороший человек был С которым я переписывался И может быть некоторые из вас его знают Зацаринин Сергей Борисович Бывший главный инженер Байконура В момент когда запускался в Уран Сейчас он в отставке Живет в Омске Но великолепно владеет электронными Всякими знаниями И мы с ним поднимаем друг друга с полуслова Я звоню ему Говорю Сергей Борисович Вот сделайте нам такой генератор Он пожалуйста Ну перечислили Оплатили ему это изготовление Он изготовил Прислал И мы начинаем испытывать Идею же проверять А как с помощью только Вот энергии Которая генерируется этим генератором Проверить те две формулы Но оказалось Значит что Этот генератор Это устройство все автономное На холостой ход тратит 150 ватт И лишь 30 ватт идет на рабочий процесс КПД 16% Конечно мы и мечтать не можем Для того чтобы проверить те формулы С помощью этого генератора Нужно было значит выходить из положения Пригласили инвестора Конечно он сказал Наверное давайте прекратим финансирование Я говорю нет Будем продолжать Анализ этой осциллограммы показывает Как уменьшить затраты на холостой ход Очень просто При встрече полюсов статора и ротора Вначале они сближаются А потом когда у ротора Магнитный полюс ротора уходит Сила их держит И в результате образуются вот два полюса Вот этот положительный А этот отрицательный Значит этот вращает ротор А этот тормозит Конечно мы не можем управлять Магнитным полем постоянного магнита Нужно ввести вместо постоянных магнитов Электромагнит И тогда мы конечно легко сможем Вот этот импульс обрезать И оставить только эти импульсы И ротом должен вращаться Без какого-нибудь постороннего привода Ему не нужен никакой посторонний электромагнит То ротор должен вращаться Сергей Борисович согласился все это сделать Разработали тех заданий Я ему послал Но он для гарантии все-таки поставил Вот здесь видите дополнительный двигатель А вдруг вращаться не будет ротор сам Он не поверил мне Звонит говорит я поставил И фотографию эту прислал Поставил на всякий случай дополнительный двигатель Вдруг не заработает Я говорю уберите будет вращаться Звонит через некоторое время вращается Таким образом мы получили первый в мире Самовращающийся электромотор Генератор для которого не нужен посторонний привод Он сам потребляя энергию вращается ротор А на статоре генерируется электрическая энергия Ну вот тут давайте Что же нам дал этот Оказывается на холостой ход Там у нас было 150 ватт А здесь записали осциллограмму 10 ватт Что такое 10 ватт? Счетчик вот с этим диском Диск начинает вращаться когда будет 18 ватт А 10 ватт он и не чувствует Он не вращается Значит на холостом ходе Вращаем счетчик Не вращается Ну что ж Это уже очень интересный результат Давайте посмотрим видео Что же это за генератор Перед вами первый в мире самовращающийся электрогенератор Роль мотора у него выполняет ротор А роль генератора Сатор Пока он питается от сети Но может и от аккумулятора Сатор генерирует два рабочих электрических импульса Один из них используется на технологический процесс А второй питает лампочку Но может и заряжать аккумулятор В результате образуется автономный источник энергии Со сроком службы Равным сроку службы аккумулятора И количество проведенных экспериментов бесчетное Я вам покажу Проанализируем результаты Лишь одного эксперимента Что же там у нас получается в этом случае Значит мы его испытывали около года Все варианты испытали и так далее Ну осциллограммы Я вручную обработал около тысячи осциллограмм Для меня это семечки Я их читаю во сне Импульс напряжения подаем В обводку возбуждения ротора Импульс тока возникает В обмотке возбуждения ротора Как только мы прекращаем подачу напряжения В обмотку возбуждения ротора Всем известно Индуктивность есть моментально Импульс ЭДС самоиндукции Обратной полярностью он уходит до 400 вольт И вот сюда когда мы присмотримся И ток у него есть Значит этот ток вообще-то И мощность на формировании его В какой-то степени забирается У первичного источника энергии Но очень маленькая эта мощность Смотрим как отреагирует обмотка статора на это А в обмотке статора тоже вот эти импульсы ЭДС самоиндукции Они чуть-чуть шире Но скважность тут большая Больше 20 О! Мы знаем, что всю жизнь Инженеры, электрики и все остальные Боролись с импульсами ЭДС самоиндукции Это искра Выключаем, выключатель, выключаем Искра возникает Ненужное все это А мы решили не бороться Использовать вот эти импульсы Взяли, подключили их к электролизеру К одной ячейке И тут случилось чудо Вы смотрите, вот эта вот длительность Ток напряжения И ток возник Но длительность импульса тока увеличилась пропорционально скважностью в 20 раз Импульсы тока начали генерироваться с амплитудой до 100 ампер А средний ток до 20 ампер Вот почему там, вы видите, бурно шли газы по трубочке О! Почти дармовая энергия Вот столько мы затратили на формирование импульса ЭДС самоиндукции В обмотке ротора А когда перешли в обмотку статора А тут и длительность увеличилась И величина тока увеличилась А это напряжение на ячейке Поскольку здесь 40, на ячейке 2 То эти 40 обрезаются у ячейки И тут появляется такой импульс Ну давайте посмотрим теперь таблицу, что же таблица нам дает Это один из вариантов этой таблицы Мы анализируем мощность ЭДС индукции Мощность ЭДС индукции Ячейки подключенные Индукции на статоре, не на роторе И там же тоже есть и индукции, и самоиндукции И мощность ЭДС самоиндукции Вы видите, они не сильно отличаются, но почти равны При различном количестве ячеек Почти равны, значит, мощности у них примерно одинаковые И мы оба эти импульса можем использовать по своему назначению Импульсы ЭДС индукции, импульсы ЭДС самоиндукции Куда хотим, туда и направим Ну и начались эксперименты Их несчетное количество Посмотрим дальше Да, наша задача стояла проверить вот те формулы Вы помните, НС-квадрат или НС-квадрат А для того, чтобы это проверить, конечно, надо, чтобы наш электромотор-генератор Питался не от сети С сетью связываться не надо Там полный беспорядок, миллионы потребителей Что мы оттуда возьмем, мы никогда не определим Надо взять источник энергии, у которого энергия была бы ограничена Это аккумулятор Вот мотоциклетные два аккумулятора Заказали мы МГ-2 Сергей Борисович Быстренко сделал МГ-2 Он питается от аккумулятора Вот два аккумулятора Мы один аккумулятор подключаем и питаем Отмотку возбуждения ротора А импульсом ЭДС индукции со статора заряжаем второй А к импульсу ЭДС самоиндукции статора подключаем ячейку И одновременно, значит, вот все эти процессы идут Давайте посмотрим видео Перед вами вторая модель электромотора-генератора Он питается поочередно от двух аккумуляторов Его статор генерирует два импульса Импульс ЭДС индукции используется для подзарядки очередного аккумулятора А импульс ЭДС самоиндукции питает ячейку электролизера В результате образуется автономный источник энергии Со сроком службы равным сроку службы аккумулятора Автономный полностью источник энергии Никакой тут сети нет И начался эксперимент Значит, ну, вначале он длился 3 часа 10 минут этот эксперимент Что же произошло за 3 часа 10 минут? За 3 часа 10 минут у нас не сбалансированы были процессы зарядки и разрядки Количество витков было разное Ну, сразу сходу все это делалось Значит, напряжение на клеммах аккумуляторов за 3 часа упало на 0,3 вольта То есть, скорость падения напряжения 1,1 вольта в час Ну, и производились, конечно, при этом газы Для нас самое главное нужно было записать осциллограмму на клеммах аккумуляторов Мы ее записали Оп! Есть осциллограмма Теперь мы можем по формулам нашим проверить По старой формуле, по новой формуле Сколько же энергии забирал наш мотор-генератор из аккумуляторов Считаем по этой формуле и получаем, что мощность была 37,88 ватт Считаем по этой формуле 9 ватт Какая же из них правильная? Ну, тут у нас сразу появляется возможность проверить, какая из них правильная А мы у местного электромоторного генератора сейчас возьмем нагрузку вот с такой мощностью Ну, возьмем просто лампочки Вот они, смотрите Ну, 37 не удалось подобрать А вот 21, 5,5, 36 мы подобрали Ну, вот они, лампочки подключены к аккумуляторам И они разряжаются Прошло 1 час 40 минут Напряжение на клеммах аккумуляторов упало до 4 вольт 86 Начали продолжать через 3 часа 10 минут Аккумуляторы сдохли А там за 3 часа 10 минут Напряжение на клеммах упало на 1 десятую вольта в час потом На 3 десятую Сразу стало ясно Что, конечно, вот это вот по этой формуле отбиралась энергия от аккумулятора Но не по этой В результате у нас есть все основания Что мы экспериментально доказали Ошибочность вот этой формулы Это ошибка, заложенная математиком Я в интернете уже много статей Опубликовал подробнейшим образом Описал суть этой ошибки Я подробно написал, как ее исправить Ну вот, таким образом, обороты были 1800 Мы решили усилить проверку вот эту И у нас вот этот генератор МГ-1 от сети питался Переоборудовали от аккумуляторов 4 мотоциклетных Одна серия разряжалась, другая заряжалась И решили поработать дольше Что там 3 часа? Это мало Ну, как показывают Мы проработали непрерывно Дежурили Электролизер тоже работал Производил, значит, нам газы Проработали мы 72 часа Ну, я 70 включил И потом были вынуждены выключить Почему выключить? Оказалось, еще нам покажите здесь вот Оказалось, что в группе аккумуляторов были бракованы Если вот в остальных напряжения упадало, отпадало вот как А тут вот как И получился дисбаланс И мы уже не могли держать это напряжение И здесь тоже Ну, известно, что если 12,5 вольт То аккумулятор можно разряжать только до 11, на 1,5 вольта А дальше идет нелинейный процесс разрядки Нежелательный Но мы 72 часа проработали И разрядили основную группу аккумуляторов Примерно до 11 вольт То есть на 1,5 вольта как это положено Это второе доказательство Что вот та формула Деленная на S квадрат Правильная А дальше, имея вот этот мотор-генератор Мы решили проверить первый закон Дютуна Согласно которому ротор равномерно вращающийся На него сумма моментов равна нулю Нет формулы для расчета ни моментов, ничего И мы не знаем, каким образом поступить Значит, оказывается Мы берем в момент инерции этого ротора Он направляется легко Его кинетическую энергию Пожалуйста В соответствии с новыми законами механо-динамики Кинетическая энергия равномерно движущегося Или равномерно вращающегося тела Равна мощности Значит, и мощность на валу ротора равна тоже 24,49 А раз мощность есть Мощность есть Немедленно на угловую скорость делаем Делим и получаем момент, который крутит ротор 130 ньютонов Это нам вот измерение вот эти делы Как же экспериментально проверить Действительно там 130 ньютонов на валу или нет Поехали в Армавир У них есть завод электромоторщиков разных И стенд для испытания Вот моментомер, видите, G83 И испытали, значит, наш Вот нагружали, получали такие обороты А вот это, значит, прибор выдавал нам ньютонометры И вот 1800, 130 и здесь 130 Полное совпадение Значит, первый закон оказывается у нас не очень четкий Ему нужна формула Для того, чтобы мы имели возможность делать вот эти всякие расчеты И использовать их в своей работе Еще другой вариант нашли проверки Вот здесь пуск электромотора-генератора В момент пуска вы видите импульс только какой большой А потом по мере раскручивания ротора Величина импульсов падает И когда равномерно он вращается Импульсы примерно одинаковые Это на холостом ходу, а это под нагрузкой Тут, конечно, чуть-чуть больше Ну, что нам остается? Мы в момент разгона ротора записываем уравнение Определяем угловое ускорение Угловое ускорение есть, момент инерции есть Мы определяем момент сопротивления Момент, который вращает ротор И он эти 130 ньютонов метров получили то, что и при тех измерениях Ну, а теперь, если мы получим измерение угол При котором разгонялся ротор Ускорялся угол этот Умножим на момент Мы получим кинетическую энергию Она как раз равна той кинетической энергии Которую мы рассчитали другим способом Ну, вот что нам дает, значит, новый закон электродинамики Теперь механо-динамики, извиняюсь Механо-динамики А как же проверить его работу? Ну, допустим, наша Земля вращается вокруг Солнца, да? Примерно с постоянной скоростью Уже сколько лет И мы до сих пор Законом дьютона более 300 лет И мы не знаем, в какой момент вращается Земля вокруг Солнца Какая сила движет нашу Землю по орбите Новый закон позволяет нам все это великолепно просчитать Вот кинетическая энергия движения нашей Земли по орбите Она численно равна мощности Вот эта мощность Раз есть мощность, делим на угловую скорость вращения Относительно Солнца Получаем инерциальный момент Который вращает Землю относительно Солнца Раз есть момент, делим его на орбитальный радиус Вот сила инерции, которая движет 4,5 миллиарда лет Нашу Землю вокруг Солнца Первый закон дьютона запрещал все это делать И никто это никогда не сделал Вот спустя 300 лет после рождения динамики ньютона Появилась механо-динамика И мы получили возможность вот эти все вычисления делать Не только на роторах, но и на планетах и так далее Поедем дальше Ну а дальше значит получается так Раз у нас на валу вот здесь механическая мощность есть И механическая энергия, надо ее использовать Здесь у нас статор генерирует электрическую Надо использовать и механическую Мы отсюда взяли этот генератор, поставили сюда И оказалось чудо Подключили сюда электролизер и сюда электролизер Они оказывается выделяют примерно одинаковое количество газов Значит мощность электрическая и механическая на бобу ротора Примерно одинаковая Ну-ка давайте посмотрим вот как картинка Вот картинка выглядит вот таким образом Значит сейчас посмотрим фильм Два генератора следующие И вы увидите, что примерно одинаково газы вот здесь выделяются Одна из ячеек подключена к этому статору А другая к нижнему генератору Все современные счетчики электроэнергии Настроены на реализацию закона сохранения энергии Поэтому неправильно учитывают энергию Подаваемую потребителю в виде импульсов напряжения и тока Ошибочность таких действий доказана экспериментально С помощью мотора-генератора электрических импульсов Роль мотора у него выполняет ротор А роль генератора статор К валу ротора мотора генератора Подсоединен еще один генератор В результате статора двух генераторов Питает импульсами напряжения и тока Две электролитические ячейки Энергия потребляемая в стихии Уменьшается пропорционально скважности импульсов И появляется явная экономия При условии, если счетчик электроэнергии Правильно учитывает импульсы напряжения и тока Подаваемые потребителю Ну, проанализируем эту таблицу Вот смотрите, на входе Вот мощность у нас на входе Это различные обороты Это импульсы ЭДС Индукции Импульсы, их мощность Это механическая мощность на валу Вот эту мощность и эту мощность Сравниваем, складываем, получим суммарную мощность Суммарная мощность, конечно, больше входной Это явно видно, и мы в эксперименте это видели Так что, значит, реализуя импульсию ЭДС Индукции и самоиндукции И мощность на валу ротора Мы получаем вот дополнительную энергию Она здесь, конечно, небольшая Ну, поехали дальше Поехали дальше Третья модель МГ-3 Изготовлена Идут интенсивные испытания сейчас в лаборатории Каждый вечер я получаю осциллограмму Анализирую И ребята выполняют мои задания Значит, появились моменты, можно сказать Такие, что инвесторы запрещают мне публиковать в интернете результаты Ну, вам я, наверное, немножко скажу Поднимитесь, тут у нас есть табличка Табличка, вот При различных, видите, оборотах Мы при различном количестве аккумуляторов От аккумуляторов мы питаемся 12, 24 и так далее Вот мы, мощность на входе Это механическая мощность Мы ее измеряем И получается, что сумма Сумма электрической и механической мощности Больше, чем на входе Ну, явный избыток энергии Получается Обороты вот 3650 уже делает наш ротер Очень хорошо Ну, что я еще могу к этому добавить? Ну, вы, может быть, за царей на Сергея Борисовича знаете Он в интернете опубликовал свои исследования Как он назвал, хитрый трансформатор Он сделал очень просто Катушку, намотал туда провод В катушку вставил гвоздик или металлический стержень Подключил к нему лампочку И лампочка загорелась Уже три года все изобретатели России И не только России и мира Пытаются повторить его эксперимент Никто этого сделать не может Ну, новая теория микромира, конечно, объясняет его эффект Но я ему пообещал не раскрывать этот секрет Видимо, и вам я совсем не раскрою Вот мы его уже применили в МГ-3 Оказывается, если на роторно мы сделаем обыкновенную стандартную намотку Как нас говорят Один виток, второй виток Сколько там будет витков Подключай, работай Мы сделали такую обмотку Ребята испытали Я говорю, а теперь уберите это И поставьте то, что надо Сказал им как-то Надо, чтобы последовать Мы шли и навстречу витке Поставили сразу входная мощность Уменьшилась на 50% Нигде это, ни в какой электротехнике Ни в электродинамике В этого не найдут Элементарное изменение Изменить просто намотку Экономия сразу 50% энергии Ну, поедем дальше Оказывается, не только я один занимаюсь импульсной энергетикой А вот еще и занимается греческий изобретатель Фотиус Он опубликовал в интернете видеофильм И все, значит, этот видеофильм смотрят Сутью, маятник Вот это два груза Это дуга А вот здесь по три сантиметра Фрикционные диски Вот касаются с этими накладочками И вращают эту дугу Вращают эту дугу И получается, что в результате Генерируется энергия значительно больше, чем в тратил Ну-ка, давайте сейчас посмотрим видеофильм А потом я пора комментирую его результаты The video following It's just documenting What I mentioned in my description Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Длина вот этой всей дуги 7 метров всей дуги, а вот касаются фрикционные диски в начале 3 сантиметра и в конце, то есть 6 сантиметров. 6 сантиметров только рабочая часть дуги, а остальное все идет на холостой ход. Мы сразу должны, конечно, учесть скважности импульсов дерева и общую длину дуги окружности на вот эту рабочую часть 6, скважность импульсов 116, но это механическая, не электрическая, тут мы имеем право делить только один раз, так как механическая скважность, а не электрическая. Ну он нам сообщает, значит, что 160 оборотов делает его маятник, энергия у него какая была, аккумулятор он использовал 24 вольта и 17 ампер, 408 ватт. Ну для того, чтобы определить среднюю мощность, которая участвовала в формировании вот этих вот импульсов, мы делим 408 на скважность и получается 3,5 ватта мы тратим на то, чтобы вращать равномерно этот маятник. Считаем его кинетическую энергию, только грузом, вот кинетическая энергия и определяем во сколько раз кинетическая энергия, значит, больше той энергии, которую мы тратим, не учитывая холостой код, только на привод этого маятника, 3,5 ватта, 476 раз на выходе энергии больше, чем на поле, на чистый холостой процесс. А остальное, значит, потери там в этих электромоторах. Сразу возникает такая идея, поднимаем дальше, для привода надо использовать наши, я это не буду комментировать, наши электромоторы импульсные и ставить их же на вал этого маятника и получать автономный источник энергии, аккумуляторы, которые будут заряжаться этими же генераторами и подавать энергию, допустим, электролизер. Электролизер, электролизер будет работать столько, сколько служит аккумулятором, 10 лет непрерывно. Ну и еще давайте я вам покажу российского аналогичного изобретателя, тоже очень талантливый наш изобретатель, это я предлагал Фокиусу, он уже знает, как, значит, улучшить его. Никто ему помочь не может, это только механо-динамика здесь работает, я о ней не буду рассказывать, только механо-динамика. Где надо поставить, допустим, вот здесь, в какой фазе поставить генератор, импульсы, и здесь лучше, где поставить вот этот фрикционный контакт и так далее. Это механо-динамика отвечает на эти вопросы очень просто и убедительно. Давайте посмотрим российского лучшего изобретателя дальше, Фокиусом, вот, я не буду комментировать, значит, Фокиусу надо вот этот поставить и вот этот генератор, и его система будет. А вот Линевич наш, россиянин, австрийцы финансировали это дело, вот он взял электромотор, шестерня центральная, боковые шестерни, дисбалансы поставил, а дисбалансы импульсы генерируют, понимаете? И обгонную муфту подает на генератор, мощность которого значительно больше, чем мощность электромотора. Дальше, ниже, пожалуйста, начнем сущность, вот смотрите, какая, электромотор, центральная шестерня, боковые, а здесь дисбалансы. Обгонная муфта через эту шестерню передает генератору. Мы же посмотрим, что там у него получается. Вот он сообщил о том, что энергия на входе вот такая мощность, а на выходе вот такая, вот такая у него эффективность. Он и опубликовал, и прислал мне ослограмму, он снял, слал ослограмму, вот тут самый интересный момент. А ну-ка, пожалуйста, покажите, асимметричная синусоида, видите, вот в верхней части горб появляется. Это муфта, муфта действует, обгонная муфта. Это уже интересно, мы сразу видим, что вот здесь энергии больше в этом импульсе, чем в этом, который тормозит вращение. Заслуживает все это изучение. Как же изучить? Ну, для этого надо составить уравнение вот этой вот синусоиды, и посмотреть, от чего там зависит вот эти горбы, этих импульсов. Дальше уравнение составляется, в механике очень просто вот эта картинка. Центральная шестерня, боковые шестерни, дисбалансы, силы инерции действуют. Раскладываем на горизонтальную составляющую части. Берем сумму моментов относительно оси вала, и получаем вот такую формулу. Сумма моментов, которая действует на этот вал, от этих дисбалансов, при разных положениях. И мы уже сразу можем построить график. Посмотрим, какой он получается. О! Вы смотрите, теоретическая величина инерциальных импульсов какая. Значительно больше, чем вот здесь. Оказывается, муфта обмонная обрезает вот эти вот пики. И значительно снижает эффективность этого процесса. Муфта обмонная, оказалось, очень сложно ее сделать так, чтобы она при больших оборотах работала. Ну, австрийцы не могли эту проблему решить. А оказывается, ее надо было решить следующим образом. Раз у нас здесь появляется импульс, то на вал в этот же момент подать нагрузку. Вот эту нагрузку, чтобы вот этот импульс использовать. На вал не нужна обмонная муфта совершенно. Прям на вал подать, и тогда этот импульс, ну прям на валу будем использовать для того, чтобы производить дополнительную какую-то энергию или момент и так далее. Сразу, значит, вроде у вас предложение. Вот это его конструкция, а я предложил. Вот это электромотор, центральная шестерня, боковые и дисбалансовые. Видите, да? Когда у нас появляются пики, то в момент этих пиков магнитные полюса ротора и статора встречаются и загружают этот пик обратной нагрузкой. И в результате вот этот генератор начинает генерировать электрическую энергию, используя вот этот дисбалансный пик. Ну, в основном, я вам рассказал все. Вот здесь имеется заключение и так далее. Значит, я благодарю вас за внимание, за то, что не перебивали меня. И я готов отвечать на ваши вопросы. Сегодня я собираюсь рассказать вам об импульсной энергетике. Это новое направление в энергетике, только начинает развиваться. И вот о первых результатах, которые получили лично мы, я сейчас вам расскажу. Шестерня центральная, здесь боковые и дисбалансы. Идет вращение и передается через облонную муфту на шестерню, а шестерня уже на потребителя электроэнергии. Вот здесь ниже, давайте покажите табличку, результаты данных. Я вам напоминаю. Видите, вот какой коэффициент полезного действия, то есть превышение получаемой энергии от заданной. Пожалуйста, выше поднимите. Но когда дело начало развиваться, и он сообщил мне, что европейцы же выделили 600 тысяч евро для патентования этого устройства во всех странах мира. Я ему сообщил, что у вас здесь не речена проблема с вот этой муфтой. Она не может на всех режимах и длительно работать. А вон на муфтах, импульсы идут. Примерно, я это сразу понял, и немедленно составил заявку, которая устраняет вот эту муфту полностью, заявку на патент. Через 3 месяца он мне сгодит, говорит, да, не могут никак решить проблему с этой муфтой, не масштабировать устройство, не получать больший эффект и так далее. Работает она, дает эффект, но кратковременный. Заявка ушла, и потом у меня получили патент. Сущность тут очень простая, вот эти же дисбалансы, этот электромотор, а здесь потребитель, импульсный генератор стоит. Он прислал мне к этому устройству еще осциллограмму. Там явно видно искаженная синусоида, причем положить на ее часть площадь примерно в 3 раза больше, чем отрицательная. Значит, может это устройство работать и без звука, импульсы передавать. Будут вот эти дисбалансы, на вал, на нагрузку, в момент, когда идет импульс, освобождается нагрузка на валу, и электродвигатель будет меньше потреблять из сети. Вот такая идея. Конечно, еще я это не делал. Поехали дальше. Оказывается, изобретатели продолжают в этом направлении работать. Значит, греческий изобретатель, греческий изобретатель взял маятник, и на нем вот эти вот грузы, видите, и добился, что этот маятник вращается равномерно. А энергия на привод подается только в рамках вот этого сектора, фрикционными дисками. И тоже получается явная, дополнительная энергия, и очень значительная. Давайте посмотрим видеофильм. Видео 1. Это все в интернете распространяется. Он ошибся в своих расчетах. Я поправил его. Я проучил его статью на английском языке, ее прочитал внимательно, нашел его ошибки в его расчетах, исправил их все и отправил ему, его друзьям. Из Италии мне очень много пишут, итальянцы, они мне прислали этот фильм. О, вот все, вот так вот, вот погруза, видите, да? Два груза. А это маятник вверх. А вот здесь два электромотора, фрикционные диски. Будут импульсы подавать. Вот импульсы подают, и он пошел вращаться. Механика простейшая. Он увеличивает обороты вот этих дисков. И увеличивается обороты самого маятника. Мы видим, что легко можно установить постоянные обороты такого маятника. И в соответствии с первым законом маятона, у которого нет фрикционного маятника. Мы не знаем, что тут происходит. Остановить можно, давайте. Давайте дальше подойдем. Ну что, для нас сразу ясно, что кинетическое маятник. Мы можем посчитать, возьмем массу этих рамочек. Массу рамочки не будем учитывать. И получается 1,66 кВт часа. При равномерном вращении этого маятника его кинетическая энергия равна в мощности. Численная равна. А он измерил. У него напряжение было 24 Вольта и сила тока 17 А. Во-первых, 400, 8 Ватт вместо 1,6. Дальше движемся. Значит, эффективность. Да, надо еще учесть, что импульсами подается энергия. Дуга-то не полную оккупность занимает. Примерно пятую часть. И в результате из сети он забирал 81,6 Ватта. КВД получается вот 2000 с чем-то. Ну, 20 раз. Поехали дальше. Значит, подвигайтесь. Мы тоже решили заняться этой проблемой. Верхний вид на последний. И заказали электромеханический генератор электрических импульсов. Нам его сделали. Вот это электромотор. А это генератор, ротор внешний, а внутри два магнита. Получили и начали испытывать. Оказалось, что 180 Ватт потребляет из сети, а вот этот генератор выдает только 30 Ватт. Вот такое КПД, понимаете, 16%. Но анализ осциллограмм, который были получены, показал, что ведь каждый полюс магнитный, встречаясь с полюсом ротора и статора, генерирует два импульса. Один положительный, другой отрицательный. И вот отрицательный, конечно, тормозит, а этот вращает. Сразу возникла идея. А заменить постоянные магниты электромагнитами. Тогда у нас будет возможность обрезать вот этот импульс. Обрезом мы получим только положительные импульсы. И у нас тогда вот этот генератор должен вращаться без двигателя, без привода. В мире никто этого никогда не делал. Я заказчику выдал техническое задание и написал, что никаких приводов не надо делать. Он не поверил, не будет вращаться. Поставил внизу вот электромотор для того, чтобы он вращался. Я ему звоню, уберите электромотор. Он будет вращаться без электромотора. И здесь. Давайте теперь фильм посмотрим, что это такое. Мы испытывали его уже около года. Заявка подана год назад, пока решение положительного не дали. Есть вероятность, что он унисократ потенки. Вот это, да? Извини. Извини. Вот это. А вот генератор стал. Вот это стал. Пока учитывается. Повоз нет аккумулятора. Так как и есть два рабочих электричных. Вот и электричные. Один из них используется на технологических процессах. А второй питает лампочкой. Другой распитой лежит аккумулятор. В результате образуются автоносные источники энергии. Другой распитой. Другой распитой. Разный струк. Другой распитой. Адамуятор. 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 А вот здесь мы не берем никакой энергии. А как же тогда использовать этот интеграл? Мы его, конечно, уже не сможем использовать. Мы можем, как математики говорят, заменить аналитический метод решения графом аналитическим. В чем заключается его суть? А суть заключается в том, что на основании вот этого интеграла разрабатываются программы, закладываются в осциллографы все счетчики электроэнергии и так далее, и так далее. И как работают эти программы? Смотрите, в соответствии с этой формулой. Измеряется ордината напряжения, измеряется ордината тока и перемножаются, как и положено вот здесь, перемножаются. Количество современной электронной техники способно снимать в секунду до 100 000 ординат со сциллограммы. С колоссальной точностью будет посчитано все. И вот когда снимались ординаты, где у нас импульс тока и импульс напряжения перемножались, все получалось правильно. А вот это же у нас период. А нам система СИИ требует, чтобы действовал и ток, и напряжение непрерывно в течение секунды. Или в течение секунды, или в течение периода, это все равно. А теперь смотрите, что будет делать программа. А вот здесь у нас ток равен нулю, а нам ноль этот замерит, измерит. И вот это напряжение здесь не равно нулю. Ноль на данное напряжение даст ноль, конечно. И все количество произведений учитывается в интервале всего периода. А потом сумма этих произведений делится на количество произведений с учетом и нулевых значений. И в результате что же получается? И в результате получается, что когда вот здесь у нас не потребляется энергия, то автоматически учитывается скважность импульсов мощности, то есть совместных импульсов и напряжения, и тока. И вот здесь появляется скважность С1. И в формуле во всех учебниках вы видите, а вот здесь напряжение стоит без скважности. О! Мы тогда задаем вопрос как инженеры. Уважаемые, вы смотрите, у нас напряжение потребляется из аккумулятора только в интервале вот длительности импульса. А здесь не забирается из аккумулятора. Здесь не действует напряжение. А тут стоит полная величина, как будто бы вся она действовала в течение периода. Такого быть не может. Система СИ требует, чтобы у нас и напряжение и ток действовали в течение периода непрерывно. А раз вот здесь у нас энергия не берется, что мы делаем? Делим на скважность, как здесь и видно, ток на скважность и получаем среднюю величину тока. Видите, прямоугольничек заполняет весь период. То же самое мы должны сделать и с напряжением, поскольку оно здесь не действует. Разделить ее на скважность и заполнить вот среднюю величину. Тогда в течение всего периода будут действовать и напряжение, и ток. И они будут определять среднюю величину мощности. Как это проверить? Поехали дальше. А вот таки? Да, выше, выше. Вот формула теперь становится такой, смотрите. Амплитуда напряжения, мы берем от амплитуда напряжения амплитуда тока и делим и амплитуду напряжения на скважность, и амплитуду тока на скважность. Или здесь квадрат, а там у нас с первой степени. А что значит квадрат? Да у нас устройств очень много, со скважностью 100. Значит, в 100 раз врет счетчик, у которого я беру энергию. Как это проверить? Каким образом доказать, кто прав, кто не прав? Или счетчик, или эта формула, или та формула? Ну-ка дальше провистайте. Ну, был проведен очень простой эксперимент. Давайте видео 3. Сейчас мы его посмотрим в видеофильм, и я прокомментирую результат. Видео 3. Подсоединен был МГЭД 2 аккумулятором. Видите? И отсеки от аккумулятора. ...электромотором генерации. Он китается подчерезно. От двух аккумуляторов. Его статок, пахнет, пахнетALA. Добавляем по 2aring 6G др. Этот патχоложил про друг друга. Хорошо. Реж separated. Но не уточнили повернуты, рассветы о махowych вверх вверх. Как выполнить автоколожить数, ну вот, а теперь эксперимент фильм вы посмотрели, 1800 оборотов, а вот остелорамка и давайте мы теперь обработаем остелорамку и посчитаем по старой формуле и по новой по старой формуле, вы видите, остелор автоматически выдает нам среднее значение вот здесь забиралось напряжение, а здесь нет, и здесь нет, видите? в результате среднее напряжение 12,5, а тут 12,3 очень большая, большая величина достаточно а ток, ток считает программа остелорофа очень точно вот средняя величина тока и мы теперь умножаем 12,3 на 3,8, получаем 37,88 это старая формула, которая указывает нам, что мы берем у аккумулятора вот такую мощность отбираем а что говорит нижняя формула, когда на квадрат? а нижняя формула требует надо скважности и пульса вот этих раз вот здесь не работало напряжение, мы убираем эти промежутки времени скважность 367, в результате среднее напряжение будет 3 вольта, а не 12 будет перемножаем этот же ток, этот же ток на меньшее напряжение оказывается новая формула говорит, что мы забирали из аккумулятора всего 9 Ватт а это говорит 37, как проверить? то очень просто, берем эти аккумуляторы, дальше подбираем подбираем мощность лампочек, вот таким образом провелся этот эксперимент, взяли мы 37,88 вот лампочки, 21, 2, 5, 5, 36, 37 мы набрали подключили и работали работали оказалось, когда мы работали с электролизером 3 часа 10 минут с электролизером то за это время у нас разрядились аккумуляторы на 0,3 Вольта или в 1 час примерно 0,1 Вольта а когда мы подключили вот эти лампочки 36 Вольт напряжение упало не за 3 часа 10, а за 1 час 40 минут до 486 ну, говорят, сдох в мультиаторе в этом случае все значит, скорость падения примерно в 20 раз больше и ответ получит однозначный, повторный, потом многократно вот по какой энергии нужно рассчитывать импульсную мощность если она непрерывно потребляется или производится то формула Вольт правильная а как только переходим к импульсам, все дальше, повторили, поедем дальше дальше продолжайте повторили, взяли этот эксперимент, решили подольше поработать взяли МГ-1, он от сети работает, сделали его, чтобы он работал от аккумуляторов 4 поставили аккумулятора, которые разряжаются и 4, которые заряжаются, и по очереди таким образом этот генератор и заряжал, и разряжал аккумуляторы и одновременно питал электролизер опыт длился непрерывно ниже 70 часов дежурили круглые сутки, 70 часов значит, за это время напряжение у аккумулятора упало считается 12,5 надо до 11, если больше, то уже нельзя там идет линейная часть разрядки, а дальше уже идет по экспоненте ну и вот за это время, за 70 часов получили вот столько газов и почему мы не смогли дальше работать, ну-ка дальше еще не смогли дальше работать смотрите, оказались аккумуляторы бракованные вот этот аккумулятор, ему надо держать было вот это напряжение, видите, упал и этот тоже, ну и результат его приостановили но факт получили однозначный, что генератор может заряжать аккумулятор производить электрон из воды и питаться от аккумулятора сейчас наша задача сделать такой блок, чтобы он долго работал ну а теперь давайте посмотрим фильм следующий, а то у тебя видео 4 раз у нас есть мощность на валу, давайте мы подключим туда еще один генератор он должен тогда питать два электронизера и от сети собственной электронизера 1 у тебя нет этот дождь он должен быть их отказаться у тебя это Продолжение следует... И экспериментально доказано, что система может работать автономно, реализуется одновременно механическая энергия и электрическая, а это заказан МГ-3, сейчас мы готовим испытание. К нему мы сразу вместо вот этого уже в блок заложили сюда с постоянными магнитами, а это два блока роторных, два статора и роторные три. Сейчас мы готовим испытание по прощению испытания. Поехали дальше. Ну я не знаю, тут электриков нет, может быть на этом не надо останавливаться. Секреты, они скрыты все в осциллограммах. Я пытался опубликовать в интернете, мне запретили мои сотрудники. Тут откуда берется дополнительная энергия. Ну я думаю, вам неинтересно будет, поскольку вы не электрики. Давайте дальше посмотрим, что там у нас. Нет, ну все-таки скажите откуда. А? Кратко, да? Кратко скажу. Ну смотрите. Значит вот это осциллограмма подачи напряжения в обмотку возбуждения ротора. Вот это напряжение, видите, длительность. Но как только мы прекратили подачу, это известно, мгновенно возникает импульс ЭДС самоинтукции. В наших случаях амплитуда его достигала до 600 вольт. А дальше следующий импульс. И опять мы подали, прекратили опять импульс самоинтукции. А это топ. Смотрим, что же, как передается вот этот импульс на статор. А вот он какой оказывается узенький, узенький. Видите, скважность у него тут более 20. Это очень интересно. А если мы к статору подключаем, допустим, электролизер нагружаем, вот это давайте. То тогда что происходит? Смотрите, что происходит. У нас, во-первых, вот этот импульс, его длительность уменьшается вот здесь, резко уменьшается. А этот вдруг импульс, который здесь был узкий, увеличивается его длительность. И увеличивается тока здесь нет. Вы видите, вот здесь вот ток есть, вот небольшой ток. А здесь тока нет. Это значит, и импульс ОТС индукции дает дармовую энергию. Нам теперь надо подать это напряжение в электролизер, на статор. Подаем. И оказывается на статор. Вы видите, длительность какая большая. И ток появляется. И ток. Вот это вот напряжение, а это ток. Электролизер работает за счет вот этой дармовой энергии, с которой все, всю жизнь, всегда бороться. Генератор электрических импульсов. Смотрите, что происходит. При запуске напряжения импульса, вот напряжение, оно примерно постоянно. Импульсы постоянно амплитуды имеют. А вот это ток, вот это пусковой импульс, 10 ампер. И потом, по мере того, как раскручивается ротор, конечно, потребляемый ток уменьшается. И вот здесь примерно почти в три раза уменьшается. Ну и все импульсов. Как можно это теоретически описать? В момент запуска у нас сопротивляются вращению ротора механические сопротивления и обязательно инерциальный момент. Механические сопротивления и инерциальный момент. Вот суммарное сопротивление. Вот ток и напряжение, которые реализуют это суммарное сопротивление. Как только началось равномерное вращение, вы видите, ток стал маленький. И у нас инерциальный момент стал положительным. И дальше мы подаем вот эти импульсы, инерциальный момент импульса увеличивается, потом прекращается и постепенно падает. И в результате импульсной подачи у нас формируется равномерное вращение ротора. Кинетическая энергия равномерного вращения ротора. Вот мы ее легко определяем. Момент инерции ротора известен, обороты известны. Значит мы получаем вот такую энергию кинетическую численно. Она равна мощности. И дальше вот эту мощность численную делим на Пи-Н и получаем теоретическую величину. Ниже. А вот ее экспериментальная величина. 1800 оборотов. Это вармавире измерено. Полное совпадение. В соответствии с первым законом Детона тут ничего не должно быть. Эксперимент нам дает и человек дает. Вот та формула кинетической энергии, это формула, которая должна использоваться. Закона уже давно нет. В моем понимании первого Детона. Количество копий, снятых с механо-динамиками в интернете сейчас превышает завод. 1200 экземпляров. Огромное количество писем и возмущающих, и одобряющих, и так далее. Поехали дальше. Ну, Саяно-Шушенский импульс, это самый страшный импульс, да? Причина до сих пор не установлена. В августе объявили, что будет в декабре отчет о причинах. Отчета нет. Президент уже посетил, и все это закрыли. Почему закрыли? Тоже наш вопрос. Раз импульс, раз выстрел. Смотрим на свою телевизору. Смотрите, она нам хорошо известна. Я ее назвал симфонической. Из второго законного Детона получается вот эта формула, импульс и вот этот интеграл. Сколько студентов читали в лекции, и так все это нравилось, и так все это красиво. А тут вдруг возникла необходимость применить это на практике. Саяно-Шушенский импульс. Ага, сразу нам потребуется время удара. Как ее определить? Мог вылетел из-за интеграля? Неизвестно. А дальше обращаем еще внимание. Оказывается, что здесь заложено? Чем больше будет время действия, тем больше будет ударный импульс. На то, что мы с вами знаем, что все нормально. Чем меньше время удара, тем больше импульс. Значит, математически, конечно, тут все правильно сказано и заложено, а физически тут какая-то неопределенность. Давайте мы не будем интегрировать, а переведем вот это выражение, стрелочкой поставим, вот в такой вид. Вот это ΔV. И просто будем считать, что среднюю силу мы как-то определили, умножим на T. А дальше эту силу T перенесем сюда O. У нас уже появляется интересный результат. Оказывается, ударный импульс. Чем больше будет время, чем меньше будет время удара, тем он больше. Ну и сила, соответственно. Размерности совпадают. И ударную силу мы теперь можем определить вот так. В соответствии с принципом Даламбера у нас в каждый данный момент сила инерции противоположна Ньютоновской силе. Вот здесь минус стоит. И я специально ввел, здесь не А написал ускорение, а замедление. Сила инерции формирует замедление. Где-то прямого сходного движения. Пойдем дальше. Давайте дальше. Вот. Ну, ударная сила у нас есть. Дальше энергию мы считаем. Блока NGH фенитическую энергию считаем. Пишем ускоренное движение. Дальше, дальше. Ну, конечно, блок поднимался. Блок 2 фазы. Подъем, а потом замедление. Он на 14 метров подлетел. Вес его 2500 тонн. Ну, отсюда мы находим скорость, с которой летел этот блок. Отсюда уберем эту одну H. Находим время. Вот. Когда... Суп ускоренно он убьется. Пойдем дальше. Дальше определяем ускорение. Определяем, что время это есть. Силу инерции определяем. Масса нам известна. Ускорение есть. 50600 тонн. А вес крышки и блока где-то 2500 тонн. Вот метоновская сила, которая действовала. Оказывается, вот этот инклус нам должен был дать вот эту силу. Да? Как он здесь описан. Дальше поедем. Вот. Но тут интересно сразу появляется. Когда мы берем время, половина времени, ускоренно двигался блок, 0,84, умножаем бетоновскую силу, и мы получаем, что у нас импульс меньше бетоновской силы. Как? Ну, будет и может. Когда мы начинаем дальше смотреть, определяем силу равитации, действующую на блок дальше, и силу инерции, занибляющую в блок. Чуть-чуть выше давайте. Значит, вот сила инерции, сила тяжести. Опять, выкручивается. Еще. О-о-о. И здесь силу инерции замедлением, и отсюда находит замедление. Но оно равно ускорение несоборудованного кабинета. Пойдем дальше. А дальше мы считаем силу инерции. Вот иначе мы говорим. Силу инерции. Ну, смотрим, что же произошло. У нас, я нашу чуть-чуть сказать. Вот это зал. Перед катастрофой. После катастрофы для нас очень важно определить силы, которые сопротивлялись бетоновской силе. Значит, блок крепили 80 шпилек вот этих. Диаметр у них 70 миллиметров. 7 сантиметров. Вы видите, вот здесь разрывы настолько резкие. Значит, мгновенная сила действовала и строго вверх. Мгновенная. А вот 6 шпилек, у них просто гайки сметели. Вот здесь блестит резьба. Они остались ровные. Не сам, это я не верю, они ровные. Значит, сила действовала, строго вертикальный вес и сила, конечно, колоссальная. Мы посчитали, вот усилие на разрыв, усилие на разрыв, оно в 21 тысячу. А общие силы, которые сопротивлялись, ютоновской силе, поднимавшей наш блок, 70 лет, 1364. Ну это ж, вы понимаете, импульс еще должен быть какой-то. Откуда он? Что же тут произошло? Давайте посмотрим. Вот у нас вода сюда поступала, да? Вода сюда поступала. Это заслонки. Лопатки их называют. Ими можно закрывать. Меньше воды, больше воды. Вот эти вот лопатки можно закрывать. И оказывается, перед аварией они были почти совсем закрыты. До предела. И скорость увеличилась до предела. И, конечно, вот эти шпильки показывают, что сила, которая сформировалась в этом колодце, она действовала во все направления одинаково. И в результате здесь в полном лесу выгласила наша дорога блок на 14 метров. Поедем дальше. Ну вот, что получилось. Вам хорошо известно. Поедем дальше. Вот здесь прочистили. Нам надо обратить внимание. Вот здесь стакан лопаток. Нет. Вот он стакан. Стакан лопаток. Вот я написал. Стакан осей лопаток. И лопатки крепили, прикрывали подачу воды. И тогда они должны были, если гидроудар, они должны были полететь на лопасти. На лопасти. И, конечно, и к самому. Но все уже комиссии приняли, сошлись в том, что гидроудара не было. Ну и действительно, из этой картинки видно, что гидроудара не было. И тогда, оказывается, вот эти стаканы, прикрывшие эти лопатки, вылетели, и лопатки вылетели навстречу воде, которая не прикрывает. Не на лопатки полетели, а навстречу воды. Можете представить, какая сила была сгенерирована в этом колоссе. Колоссально. Вот этой силе сопротивление составляло 74 тонны, мы с вами видели. Пойдем дальше. Ну вот эти вот стаканы здесь чуть-чуть лучше видны. Тут даже и написаны, вот они, видите, они вместе с осью, эти лопатки, прикрывавшие воду, улетели. Пойдем дальше. Вот здесь тоже эти стаканы видны. Видите, более подробно тут даже приоритет анализируется этот процесс. Почему они улетели навстречу воде? А какой там гидроудар? Пойдем дальше. Ну мы ж механики, нам надо разобраться. Итак, гипотеза такая. Неизвестная нам сила сформировалась вот здесь. Именно там, где лопасти самого генератора лопасти. И вырвало вот эти лопатки, направило навстречу воде. А этот блок вверх, конечно, это сила вероятная на дно действовала. Пойдем дальше, дальше, дальше. Давайте проверим, так или нет. Значит, скорость 38,3. В момент закрытия лопаток была. Значит, в 50, 254 тонны в секунду подавалась на турбину. Но теперь нам надо же, для того, чтобы импульс определить, надо определить время. Время действия этой силы. Мы не знаем ее величину, время действия этой силы. Ну, видимо, когда сорвались вот эти швильки полностью, крышка поднялась. И уже фактор, который сформировал здесь эту силу, можно представить в первом приближении, что эти были газы. Они начали выходить, и давление начало падать и на блок, и на крышку. И в результате, значит, мы можем из этого, исходя, определить время удара ударной силы. Вот взял вот это расстояние. Вот это расстояние, когда может, блок полетел. Я не знаю, какая величина этого расстояния. Я взял 0,8 метра. Ну, можно другую взять безразлично. Учитывая скорость движения и фазы полета, находим 0,1 секунды. Это блок двигался, когда открылась пространство. Ну вот, поедем дальше. И тогда ударную силу, то есть вот эту силу, все, которые сопротивлялись движению, все силы, вот они, не ньютоновские силы, делим на время удара и получаем вот усредненный ударный импульс ударную силу. 723 тысячи тонн. Вот я интервал этот написал примерно. Это надо уточнять, конечно, но методика остается. Возникает вопрос, кто и как сформировал эту силу. Такую колоссальность. Это дико. Нигде этого не было. Такой аварии никого не было. Когда статью эту написал, американцы немедленно перевели на английский язык, прислали ко мне, вот тут нам непонятно, вот тут непонятно. Вот дайте пояснение, подкорректируйте. Нет, до сих пор. Вопрос военный. Не зря же отчетно поставили. Я вам, люди не военные, но я кратко расскажу. Поедем дальше. Значит, дальше мы считаем площадь крышки, ударную силу, удельную силу, которая действовала на квадратный метр. Видите крышки? Колоссальная сила. И поедем дальше. Поедем дальше. Ну вот, 38,3 метра в секунду, это 137,88 километров в час. Я вспоминаю конец 70-х годов, начало 80-х, еще Советский Союз. Ну и по теме, как ты рассказываешь, в Советском Союзе разработана торпида подводная со скоростью 135 километров в час. Вода еще. Вода. Ну, подводная. Значит, ее делали в Каспийске еще тогда, и сейчас эти торпеды уже имеют скорость более 300 километров в час под водой. Ну как случилось, дело перестройки все-таки из Каспийска продали иранцам и уранцам есть такие вот пропеды. Американцев пока нет. Значит, из этого мы сразу, да, поскольку здесь процесс длился 5 секунд, видите, 5 секунд, аппаратура все это зафиксировала, то за это время прошло вот столько только воды, тонн. Значит, сразу никакого ведра удар там не могло произойти, и сила этого не может поднять этот блок на такое расстояние. Ну-ка чуть-чуть. Вот, значит, это вот масса этой воды в 40 раз меньше дютоновской силы и в 570 раз меньше ударной силы, сформированной в колодце, которая выбросила этот блок на блок. Значит, а ведра удары меньше будет. Поехали дальше. Ну, дальше у нас остается химия. Молекула воды, кластер воды. Когда закрывались лопатки, щель настолько уменьшалась и скорость увеличилась, что вот эти кластеры рвались. Когда они рвутся, вот эти электроны, наверное, теряют связь и восстанавливают свою энергию, а потом при повторном синтезе, когда они на лопасти топины пришли, они излучают. А что они излучают? Только так. Кстати, вы знаете, что электроны Солнца, со временем существования Солнца, расчет элементарный, излучили фотоны, масса которых равна массе современного Солнца. Ну, а дальше мы предполагаем, что температура воды 15 градусов, считаем радиусы фотонов, которые излучались при этом, считаем энергию фотонов, считаем объем фотона и берем объем электрона. Ну-ка поднимите дальше. Вот тут и все секреты скрыты. Дальше мы можем. Да. Да. Вот смотрите. Объем одного фотона, одного электрона. Вот объем электрона 10 минус 35. Фотон она излучает по объему на 20 порядков больше. На 20 порядков больше. И когда летом гроза генерирует гром, и откуда это там? Вот эти фотоны как раз и генерируют. Они повышают мгновенно давление в воздухе и получается как взрыв, мы слышим это грома. Вот это все сработало и на вся Яна-Шушинской версии. Значит, излученные фотоны, они инфракрасные, они излучились мгновенно, сформировали во всем этом колодце давление колоссальное. Это давление выстрелило. Вы думаете, пулю из патрона выстреливают в два раза? Да нет. Это каменный мир, какие представления. Выстреливают фотоны. И все эти пушки и ракеты, кстати, о ракетах. Значит, передает телевидение, из Гандера, американцы не боятся. Скорость 2100 метров в секунду. Больше скорости пули. И телевидение передает. Режит ракета, сигара такая. И объясняли. Большая скорость приводит к тому, что корпус нагревается. А мы взяли на этом корпусе и поделали, ну, чешуйки, как у рыб. Чуть-чуть прикольно. Это специалист. Значит, говорим о том, что идет охлаждение за счет вот этих чешуек и увеличенных текстов. Колоссально. И за счет топлива, которое используется в ракете, инфракрасные фотоны излучаются. Давление в камере ракеты любой создают фотоны. Никакой там не газ. Газ играет миллионную часть в формировании этого движения. Ну, а дальше мы можем... Вода, количество воды, нам естественно, мы посчитаем, сколько же молекул воды сработало для того, чтобы сформировать этот минус. Оказывается... Ну-ка дальше цифры тут такие. Оказывается, сработало еще, 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 еще... Да, количество фотонов 10,20 сработали. 10,20 количество фотонов излучилось. А количество молекул было 10,30. Вот оно, 10,30, которые прошли за это время вместе с фотоном. Значит, запас был колоссальный. Тут еще 10 порядков. Другой гипотезы не существует для объяснения этого, понимаете? Вот. Ну, ко мне председатель Думы нашей писал, просил, звонил, приехать, я публиковал в интернете с этим изучать. Ну, в основном, я прошу извинения, может быть, я чуть-чуть влюбился. Ну, закончили, что ли? Да. Если это интересно, я... Конечно, интересно. Так, это какая-то... Тут же вопросы механические. Блок полетел, это наш вопрос. Так же, да? Ну, физику мы там не знаем, а полет-то мы должны писать. Ну, я знаю. Вопросы есть? Катер Михайлович, ну, что же комиссия-то, правительство, гонила бы такого решения? Ну, мне неизвестно точно, но я думаю, что они поняли из этих публикаций, что вопрос этот военный, его нельзя привлекать к нему внимание, афишировать и так далее. Какой же? По холодной плазме. Вы говорили о прошлом? А, даже фильм есть у меня по холодной плазме. Давайте там следующий фильм. По холодной плазме. Сейчас же итальянцы вышли на первое место. Мы эти опыты провели 7 лет назад и получили ихние же результаты. Они вышли на первое место. Я взял немедленно, они не знают, что там делать. Я рассчитал их не процесс, а с вам, правда, еще не получил, это нет, я вчера не получил. Бабки, вы ведь будут ли они? Да, у меня неинтересно. Не хватает тех, что я... Ну вот, это 7-летний давности у нас, думаю, на первые опыты были, плазменные электроны. Вот свеча заживает пару водородных смесек, видите, пару водородных смесек, танки селок и водородных. Вот. Вот это водородный кислород у нас в России сегодня является. Очень интенсивно. Вы видите? Треск, это быстро, сейчас считаю. Тут же мы провели холодный синтез, взяли два электрода, зон, который отлезит. Помните, что ли? Да. они пролегали, это независимая комиссия, это давно уже было. А вот смотрите, бесконверный электролиз, видите, вот идет, он шел, когда напряжение не было подключено. Вот сейчас тут включено. отключение. Вот сейчас. Отключение. у меня на 10 часов. У меня на 10 часов. нет нужды, нет нужды подавателям. Что произошло у этих? я бы указал. Значит, итальянцы сделали следующее. они взяли никелевые электроды, никелевые электроды и нагревали раствор. В результате никель перед ним стоит, поскольку в этой реакции появляются протоны атомов водорода из воды, эти протоны немедленно соединяются с ядром никеля, присоединяется электрон, электрон вот этот при синтезе выделяет вот эту нега, которую я рассказывал, тепловую, которая дает им такой эффект. Я его посчитал, этот эффект. А на самом электроде появляется красный налет, ну, медь, электроди из никеля, медь. Все эти параметры рассчитываются элементарно, я их прочитал. А когда вы именно синтез проводили, вы измеряли уровень фона радиоактивного? Все измеряли, нейтронное, гамма-излучение. И нейтронное прирушение. Да. Значит, нейтронное излучение было, гамма-излучение в зоне реакции меньше фона ООО. Даже меньше. Да, даже меньше. Значит, почему образовывались нейтроны? А потому что при соединении протона с нейтроном там может быть два фактора. Или протон поглощает электрон, три, два с половиной поглотил, и превращается в нейтрон за счет этого нейтрона. Или он образовывает атом водорода. Атом водорода существует при температуре от двух синтез 2800 до 10 тысяч. Вот такие, значит, дела. Еще есть вопросы. Хотел несколько слов сказать. Значит, прежде чем познакомиться с Филиппом Михайловичем, Фонаревым, мы зашли в интернет, посмотрели его рапосты. Вот настолько необычный взгляд на физические явления, что заставляет думать. Думать. Аспирантов, ученых. Вот даже сегодняшнее обсуждение, я уверен, не пройдет без следов. Все равно кто-то задумает. Может быть, какие-то есть нюансы, с чем-то не согласны. Но вообще-то, мне кажется, подвижник науки. У нас в политехе три года назад была международная конференция по суппо-сверхкортическим технологиям. Но я его пригласил. Он выступил в блестящих докладах. Черных вел про реактора, реактора не было. И мы договорились, что соберет нашу научную элиту и Филипп Михайлович еще расскажет в узком кругу. Но элита не собралась, потому что слишком... Революционно. Да, слишком, наверное, сложно для восприятия те идеи, которые... Это вот малую часть, он рассказал. Значит, у него вообще посекает и на Эйнштейна, и на законы мироздания. Это вообще заставляет думать людей, особенно вот молодежь. Мы же должны их раскрепостить мышление, потому что каноны установлены. Вот никуда нельзя, да, в сторону, ни на шаг. Филипп Михайлович, я думаю, что со временем его оценят, а то, что его не воспринимают и большое правительство, и малые, и в агрармах, это говорит о том, что они его боятся просто. Там уже нет аргументов с ним сразиться. Так, наверное, да, Филипп? Да. Я хотел поблагодарить. Мы хотя бы технологи, да, но воспринимаем его работу с удовольствием, и очень благодарны, что он не боится. И хотел поблагодарить кафедру теоретической механики. Это единственный кафедр, который перенимает, но и не боится обсуждать. Так же большая благодарна. Спасибо.